Домашние животные бывают разные. Кто-то заводит кошку, кто-то хомяка. А наш следующий гость Анатолий Вулканов увлекается змеями. И одну из своих питомцев он принёс к нам в студии. Знакомьтесь, кобра-альбинос. Доброе утро! Доброе утро! Толь, как зовут её? Самая добрая. Альбина. Альбина. И кто же у нас Альбина, кобра? Это, да, кобра. Моноклевая кобра. Альбинос. Как она у вас появилась? Приобрёл. Заказал, приобрёл. Насколько это редкий вид? Ну, очень редкий. Потому что она альбинос. Это, во-первых, новая, да? Альбинос, да. Они вообще морфы кобр не так давно стали выводить. А насколько я знаю, на сцене в мире никто с такой не работает. То есть есть, кто с кобрами работает, обычными. Так как альбиносы очень редки, мне повезло, так сказать, найти данный экземпляр. Толь, вот вопрос такой. А что она сейчас делает, когда расширяет свой капюшон? Она здоровается с тобой? Или хочет тебя всё-таки укусить и съесть? Ну, это защитная предупреждающая стойка. Вот. Она как бы предупреждает, что мне не очень нравится, что вы тут машете передо мной. Толь, знаешь, насколько я слышал, что яд кобр очень опасен. Так ли это? Ну, конечно. У разных кобр, так сказать, свои токсины яда. То есть у кого-то поопаснее, у кого-то терпимо, можно выжить, так сказать. Скажи, тебя кусала кобра когда-нибудь? Мне повезло ещё не кусала. Ну, были моменты, когда она царапала зубом. Вот. То есть мне повезло, что под рукой всегда противоядие. И, в принципе, как такого укуса не было, змея не рассматривает меня как врага или еду. Просто случайно зацепила, и поэтому вот она пытается укусить сейчас. Но это, я думаю, что она себя больше пугает. То есть яд, как правило, она не выпускает в таких случаях. Правда, что она у вас ручная и спит под кроватью? Нет, неправда. У нее живет в террариуме и в отдельном помещении. По технике безопасности их надо держать в отдельном помещении. А что она ест? Ест крысы, мыши. Прям живых вы ей даёте? Живых. Нет, даже приготовят специально мыши. Нет, обычно я даю разморозку, потому что я их привожу, заготавливаю, чтобы не бегать туда-сюда. Размораживаю, делаю в тёплой воде, даю, она их съедает. Толя, ну ты всё-таки каскадёр и, скажем так, змей – это твоя работа. Ну, много людей сейчас пытаются завести экзотичных животных, змей. Как ты считаешь, правильно это? Может ли обычный человек держать у себя, допустим, кобру? Кобру категорически нет, потому что, ну, это, я знаю много случаев, даже у опытных, когда случается экстремальная ситуация, когда они попадают там и в кому, и ампутируют им конечности от действия яда, от некроза. Вот, поэтому здесь очень богатый опыт должен быть. У меня опыт уже более 10 лет работы со змеями. И только через 7 лет работы со змеями я стал приобретать вот таких вот уже более агрессивных питомцев. Все мы помним вот эту картинку, когда сидит мужчина в челме, на дудочке играет, и кобра, как бы, слушая его музыку, танцует. Она действительно слышит музыку и танцует или действует на дудочку, на движение? Ну, на самом деле, они не реагируют на музыку, они практически глухие, они реагируют на вибрацию и на железку, которая перед ними машет. Вот, но, насколько я знаю, в Таиланде, в Индии, там ими рты зашивают, и удаляют эти клыки, и железы. Ну, правда, они живут там буквально месяц, они потом новых берут, у них там миллионы люди, как крыс. Нет, как бы, проблем. Да, у нас, к сожалению, как бы, это дорогая роскошь, поэтому мы с ними долго знакомимся, готовимся, чтобы она долго жила, потому что такой экземпляр очень дорого стоит, и если его потерять, будет очень обидно. Толь, всем сейчас зрителям, наверное, интересно, сколько стоит кобра? Ой, конечно, как повезет, сейчас кризис все подорожало во много раз, а так экземпляры, ну, малыши дешевле, взрослые больше, ну, больше ста тысяч такие экземпляры стоят. Чем реже экземпляр, тем он дороже стоит, есть по несколько миллионов стоит, то есть, допустим, это у нас моноклевая кобра, их уже давно, давно выводит, морфов. А появилась очковая кобра, морф, почти такая же, она там космических денег стоит, даже, помню, в продаже, она знакомится просто. Даша, скажи, тебе нравятся змеи, и хотела бы ты, может быть, завести? Нет, знаешь, у меня собака, и я люблю собак. У меня тоже есть собака, кошка, да, просто змеи, ну, они существа необычные, и, наверное, в первую очередь это было для меня как хобби уже потом, как работа. Ну, на самом деле, когда кобра поворачивается к тебе лицом и смотрит своими маленькими красными глазенками, адресальничек в краю резко растет, да, Даша? Да. Ну, да, скажите, а сложно за ней ухаживать? Вам ее жалко или вам страшно? Мне просто страшно. Страшно. Даша, на самом деле, сейчас совершает подвиг, чтобы наши зрители понимали, она очень боится змей, и то, что она сейчас сидит рядом со мной и не бежит из студии, и просто аплодисменты. Ой, спасибо. Аплодисменты нашей гости необычной. Анатолий, спасибо большое, что пришел к нам сегодня в самое доброе утро. Ой, она с толку сойдет. С толку сойдет. Помог Даше побороть ее страх змей, я надеюсь, Даша теперь никакой змей не спугается. Да, зато необычное ощущение, да? Да, да. Это точно взбодрило меня с утра получше, чем любой кофе. Ну, вы потом будете долго вспоминать, и вам будет, наверное, и будет что друзьям рассказать там на какой-нибудь вечеринке праздник. Спасибо, самого доброго утра тебе и Альбини. И у нас в гостях был Анатолий Вулканов, каскадер и повелитель змей. Анатолий Вулканов Анатолий Вулканов Субтитры создавал DimaTorzok